Я приветствую всех телезрителей программы Культфьюжн, с вами Анна Акуджава. Вы станете свидетелями ярких и интересных мероприятий нашего города прямо сейчас. Мы находимся за кулисами Тверского цирка и прямо сейчас идет представление. На арене уже выступают артисты и все зрители телеканала Тверской проспект могут увидеть техническую часть оснащения, которая помогает всем артистам выполнять сложные трюки здесь и прямо сейчас. Юбилейная программа в Тверском цирке оправдала все ожидания. 19 марта состоялась премьера представления, на которой мы с удовольствием побывали. Красочные костюмы, музыка, отражающая полный смысл номеров, не оставила равнодушным ни одного зрителя. Акробаты, эквилибристы, гимнасты, клоун, который особенно понравился всем детям, и, конечно же, дрессура животных. На арене творилась невероятная красота. Артисты демонстрировали сложнейшие трюки, под куполом цирка гимнасты выполняли неповторимые и опасные пируэты. Цирковые артисты насладились выступлениями, ведь тверская публика встретила их с теплом. Когда он кричит «Браво!», мы понимаем, что ему это нравится, и что мы делаем все правильно для нашего зрителя. Зал полный, встречаем просто прекрасно. Особенно хочется отметить восторженные отзывы зрителей, пришедших на юбилейную программу. Понравилась больше девочка на шаре, которая каталась в воздухе. Обезьянки! Все понравилось, все супер! Впечатления прям масса, и все номера очень сильные. Гимнасты понравились, обезьяны понравились. Гимнасты или эквилибристы, просто дух захватывало. Нам понравился питон и игги. Мне очень понравилась, конечно, лошадка, лошадь просто гениальная. Очень классный цирк, вот первый, который впечатлил меня так. Очень круто! Тверской цирк ждет всех жителей нашего города на юбилейную программу. Отмечу точно, никто не останется равнодушным, ведь представление получилось действительно очень ярким и интересным. Творческая жизнь киноконцертного зала «Панорама» насыщена интересными мероприятиями. Об этом подробнее вам расскажет арт-директор Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья. Бернард Шоу утверждал, что у оптимистов сбываются мечты, а у пессимистов кошмары, и я с этим абсолютно согласна. Когда-то народный артист России Игорь Михайлович Бутман мечтал создать фестиваль с красивым названием «Триумф джаза». И в этом году фестиваль стартовал уже 22-й раз. Мы любим Тверь. И для нас было, в общем-то, всегда желание поделиться нашими артистами, которые приезжают из далекого зарубежья, поделиться радостью их встречи с любителями джаза в Твери. 15 марта впервые на сцене Тверского академического театра драмы состоялся гала-концерт международного фестиваля «Триумф джаза». Главным действующим лицом вечера выступил Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. «Триумф джаза» – это визитная карточка российской джазовой сцены. Музыкальный бренд, который хорошо известен среди поклонников и профессионалов жанра во всем мире. Фестиваль был основан всемирно известным саксофонистом Игорем Бутманом в начале нового тысячелетия. В 2022 году фестиваль впервые проходит в шести российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Твери, Ярославле и Красноярске. В Твери с оркестром выступила известная джазовая певица Фонтине. Уникальность Фонтине заключается в том, что она свободно владеет русским, испанским, английским и французским языками. Она гастролировала по всему миру и имела честь работать с одними из самых ярких имен в мировой музыкальной индустрии. А я напоминаю, киноконцертный зал «Панорама» продолжает добрый утро. Уже с 1 апреля мы начинаем продажу абонементов будущего концертного сезона под названием «Музыкотерапия». История музыкотерапии насчитывает не одно тысячелетие. Еще со времен античности Пифагор, Платон, Аристотель утверждали, что музыка благотворно действует на организм человека. Современное же общество пронизано стрессом. Стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни, и все мы стараемся найти рецепты для борьбы с этим недугом. Я же абсолютно уверена, что есть лекарство, которое с одинаковой силой вылечит абсолютно всех. Это музыка. Друзья киноконцертного зала «Панорама» по достоинству оценили наши абонементные программы. Однако то и дело возникает вопрос, зачем же нужен абонемент? Можно купить билет на каждый концерт в отдельности? Попробуем в этом разобраться. Слово «абонемент» пришло к нам из французского языка. На сегодняшний день абонементные циклы – самый удобный способ посещения концертов. Есть, по крайней мере, несколько доводов в пользу этих утверждений. Прежде всего, это стоимость. Все мы стараемся быть экономными. Приобретая абонементный билет, мы экономим на стоимости каждого концерта. В наше время мы все дорожим каждой минутой, что-то планируем, куда-то спешим, и время для нас очень важно. Приобретая же абонементный билет, мы, безусловно, за один раз приобретаем билеты сразу на несколько концертов, тем самым экономя время. Очень важна принадлежность к определенному кругу. Люди, которые приходят на наши абонементные программы – это люди высокой культуры и образованности. Я с уверенностью могу сказать, что это большие знатоки того или иного жанра. Ну и, конечно, очень важно, что мы сами сможем спланировать свой будущий концертный сезон. А многие же гостики на концертного зала «Панорама» уверены, что наши абонементы являются добрым талисманом на весь концертный год. А я еще раз напоминаю, что с 1 апреля вы сможете приобрести абонементы будущего концертного сезона под названием «Музыкотерапия». В абонемент традиционно входят три концерта, которые покажут для нас ведущие представители своего жанра. Мы с вами встретимся с уже полюбившимся тверскому зрителю, вокально-хореографическим белорусским казачьим ансамблем «Батька Атаман». Старый Новый год традиционно мы встретимся со всемирно известным терем-квартетом. Ну а в заключении абонементной программы для нас с вами выступит один из самых ведущих джазовых коллективов России – «Оркестр столичный джаз». Следите за нашими анонсами, звоните по телефону, заходите на наш сайт. До новых встреч! В ближайшее время в киноконцертном зале «Панорама» вы сможете посмотреть кинофильмы «Анчартед» на картах не значится. Два искателя приключений отправились на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату. Также в киноконцертном зале можно посмотреть кинофильм «Непослушник». Настоящая русская комедия с душой и размахом. Режиссер и соавтор сценария Владимир Кот уже долгие годы занимаются, возможно, самой трудной на сегодняшний день деятельностью, доступной для кинематографиста. Доводит до зрителей малых и больших экранов реальное положение дел в разных сферах жизни. Причем делает это простым и понятным языком беспошлости и вульгарности. Творит комедию, вероятно, сложнейший жанр в мире кино. Также можно посмотреть кинофильм «Наемник». Служба в армии с детства была мечтой Джеймса Рида, а зеленый берет – предметом гордости. Но после ранений он остался не у дел. В мирном обществе ему нет места, а состояние здоровья приходится поддерживать медикаментами, не всегда самыми чистыми. И когда подворачивается возможность снова взяться за старое ремесло, бывший солдат не медлит. Но теперь выбор, на кого направить оружие. Лежит полностью на нем. Проклятие – дом с прислугой. Джой устраивается горничной в одну семью. Ее предупреждают, что нельзя вмешиваться в жизнь хозяев. Но девушка начинает замечать странные вещи. И вскоре узнает, что до нее здесь работала другая горничная, которая умерла. Вот только ее призрак все еще обитает в доме. И чем закончится, нужно посмотреть. Парни под прикрытием. Простое и не совсем легальное задание – завершить сделку по продаже оружия в Панаме, оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морского пехотинца, сущим адом. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с кем. А вы узнаете, если посмотрите кинофильм «Парни под прикрытием». С вами была программа «Культфьюжн» и я, Анна Акуджава. Оставайтесь в Центре культурной жизни Твери вместе с нами.